Многие из вас говорят о светлом будущем. Светлое будущее это экономический достаток, это свобода, это отсутствие полицейского режима, это возможность перемещаться по всему миру, уверенность в завтрашнем дне, уверенность в судебной системе, что она справедливая, не живет на взятке, уверенность в том, что полиция вас действительно защищает и охраняет, уверенность в том, что вы действительно гражданин этой страны, что у вас такие же равные права, как у любого другого, независимо от национальности, от вероисповеданий, вообще ни от чего не завище, вы просто живете в этой стране и автоматически государство обеспечивает вам равные права. Что вы еще хотите? Раз бы вы не хотите такого общества? Или вы думаете, что Мухтар Аблязов придумал все это? Такие страны, это Европа, это Америка, это основная часть тех стран, которые мы называем цивилизованным миром, это те, кто производит самолеты, на которых мы летаем, это те самые страны, которые производят те самые телефоны, которыми вы пользуетесь, лекарства, автомашины, поезда, одежда. Все лучшее, все, что производится в мире, производится в этих странах. Я говорю, что мы должны присоединиться к этим странам, стать такими же, как они. А что нужно сделать для этого? Нам для этого нужно просто поменять политическую систему. Как его поменять? Поменять, сидя на кухне, говорить, что у меня заработная плата маленькая, ныть, говорить, что у меня ипотека, я могу ее потерять, бояться, что я потеряю работу. Но посмотрите, белорусы же вышли, а что у них нет ипотеки? Да они живут беднее полтора раза, чем граждане Казахстана. Что они разве не работают? Разве их не увольняют? Разве их не бьют? Но они же вышли, вы же видите, в первую неделю действительно Лукашенко избивал людей. А затем он говорил, давайте мы их простим. Они перепугались. Потом женщины вышли десятками тысяч на протесты, и ОМОНовцы ничего не могли сделать. Сейчас вы видите сотни тысяч на улицах, и это мирные протесты, которые в любом случае завершатся поражением Лукашенко. Если завтра эта власть будет применять силу на митингах, то это повторит то, что произошло в Белоруссии. Когда Лукашенко начал применять силу, через короткое время народ объединился, и вы увидели сотни тысяч на улицах, и они начали отвечать этим ОМОНовцам. Теперь они боятся бить людей. Они просто их стараются задержать, но бить боятся. Почему? Потому что их фамилии раскрываются, идентифицируются, и им самим будет очень плохо, и они все боятся. Даже свою инаугурацию Лукашенко провел втайне. Собрал своих две тысячи приближенных. Ни телевидение, ни Запад. Никто не увидел, как же все-таки прошла инаугурация. Это человек, который говорит, что его поддержало 80% населения. Мы видели пустынные улицы. А где же эти 80%, которые его поддерживали? И он проиграет. Видно же. Почему мы не можем сделать то же самое, как белорусы? Эта власть должна знать. Если она повторит путь Лукашенко, а именно будет применять репрессии, а сейчас мы видим, что она избирательные репрессии проводит, задерживает активистов, чтобы они не участвовали на митингах, то путь этой диктатуры будет такой же, как у Лукашенко. Неизбежно. Что мы должны для этого сделать? Мы должны просто обедниться и выйти. Я в качестве примера хотел бы привести такую страну, как Израиль. Но многие боятся. Вот Китай полтора миллиарда живет. Вот Россия Путин такой нехороший. Крым отъел Украины. Вот он войну устроил. Сейчас в Израиле, по-моему, около 9,5 миллиона человек живет. Но совсем недавно, когда я анализировал их экономику, вооруженные силы, их было всего 6,5 миллионов человек. Вот представьте себе, что вокруг Израиля значительное количество враждебных стран, с которыми напряжены отношения. В том числе Египет, но все арабские страны, включая и Иран. Так вот, рядом, вокруг Израиля, находится огромное количество государств, с населением минимум полмиллиарда человек. Вот представьте себе, что население Израиля всего около 9,5 миллионов человек, а вокруг разные граждебные государства, с полумиллиардом населением. И они ничего не могут сделать с этой маленькой страной, у которой мощная армия, сильный народ, который защищает свою страну, политическая система, у них парламентская, нет президента, который бы узурпировал власть, есть президент, по сути дела, осуществляющий только представительские функции, раздающий ордена, ну, как символ, просто человек, по сути, не имеющий власти, и власть имеет только парламент и правительство. Вот представьте, население, всего лишь менее 10 миллионов человек, спокойно, противостоит полумиллиарду населения, которое находится вокруг Израиля, в полном окружении. Почему? Потому что это сильное государство, сильное демократическое государство с мощной экономикой. Мы тоже можем построить такую экономику. И когда мы построим такую сильную экономику, у нас будет и сильные вооруженные силы, и мы можем противостоять кому угодно, уважаемые друзья. Поэтому сейчас все упирается именно в это. Авторитарные страны не могут быть во всех отношениях сильными. Именно сильными являются демократические страны, сильнейшая экономика, сильнейшие вооруженные силы и нация, которая объединена, у которой единые ценности. Мы тоже можем и должны построить такое государство. Для этого нужно сделать всего лишь один маленький шаг. Не пытаться где-то отсидеться в кустах. Не говорить, что уволят с работы. Действовать как белорусы. Обедниться и выйти. Сейчас мы будем непрерывно организовывать те или иные акции, митинги именно для этих целей. Я уверен, что многих из вас удивил и воодушевил пример Беларуси. Мы тоже так можем. Мы тоже так сможем сделать. Не говоря о том, что последние два года у нас было немало митингов. В Беларуси их не было вообще. Это достаточно был жесткий режим. Он и сейчас жесткий. Ну и почему мы не можем это сделать? Почему мы не можем объединиться? Тем более для этого нужно совсем немного. Просто прийти на митинг. Просто показать силу. Просто объединиться. И просто сменить режим. И построить парламентское государство. Поэтому, уважаемые друзья, выбор у нас есть. Мы знаем, какая должна быть политическая модель в этом случае. Мы знаем, что у нас не будет диктатора. Мы знаем, что десятки миллиардов долларов, которые сейчас ежегодно крадутся, они вольются в экономику нашей страны. И будет построено сильное государство, граждане которых будут точно жить чем, богаче, чем жители Эмирата Дубая, который имеет только небольшой объем нефти, море и пески. Все. У нас есть все. Поэтому, если вы хотите изменить свою жизнь, если вы хотите быть уверенными, что ваши дети завтра будут жить достойной жизни именно в таком сильном государстве, сделайте шаг, сделайте свой вклад. Давайте вместе построим такую страну. Я призываю вас завтра, 25 сентября, в 19 часов прийти на митинги в ваших городах. Места известны. Я уверен, что шаг за шагом мы сможем в этом году добиться перемен, если мы объеднимся. Если мы прекратим бояться, если мы прекратим быть равнодушными, если мы прекратим думать, что завтра кто-то прилетит и изменит нашу жизнь, если мы сами будем отвечать за себя и свою страну, только тогда пойдут изменения. Завтра, 25 сентября, в 19 часов дня, мы ждем вас на митингах нашей страны. Алгархазастан.